Всем привет, с вами снова я, Мастер Чу. Сегодня мне посчастливилось на корейском сервере побегать на открытых осадах, где можно теперь использовать третьи спеллы. Мы видим вот сейчас АВшка, к примеру, призвал своего Сумона, да, с третьей профи, который стоит ровно 10 секунд и атакует просто с дикой, с дикой силой. Я умудрился побегать немного за АВшку, далее вы увидите скиллы АВ. Сейчас я за ССа использую его скилл Метеорит. Мой выбор вначале пал на ССа. Сейчас я сменю класс для того, чтобы поюзать спеллы вживую. Его спелл немного переработали после того, как я переводил вообще все эти спеллы, да. Когда вы будете юзать спелл Молох, ну то есть видим, да, с правой части экрана дополнительный спелл появился, призывается Молох, который будет вместе с вами кастовать ваши спеллы и видоизменять их. То есть, к примеру, сейчас мы видим, я прожму область, и область кроме меня прожимает Молох. Мы видим, насколько она большая, да. Все вот эти спеллы, они усиляются. Они значительно усиляются. Я, к сожалению, очень много раз здесь умирал за ССа. Получилось всего лишь пару раз поюзать его спелл более-менее. Сейчас второй раз я прожму Молоха, и мы видим, пока он существует. Я, к сожалению, здесь прожал его без спеллов. Но, тем не менее, он сейчас также побежит атаковать вместе с нами, когда мы будем прожимать спеллы. Так вот, видите, прожали спелл, Молох побежал бить. Прожмем, к примеру, область большую. Он скастует большую также область, но здесь уже скилл закончился. Следующий на очереди был СР. Тут я, честно, немного был в шоке от этого персонажа. Сейчас вы сами все увидите. Данный спелл, который есть у СР, он делает так, что все ваши атаки, которые должны идти АОЕ, они идут в одну цель. То есть не АОЕ урон, не урон по площади, а урон в одну цель. Он отображается в бафах. Мы видим, что весь урон идет конкретно в одну цель. Я был в шоке от количества урона, который он выдает именно-таки в одну цель. И я даже не знаю, он будет теперь контрить, скорее всего, просто всех ножей. Сейчас будет небольшая вырезка, прям с голосом и с моей реакцией. Вы увидите, какой вылетает дамаг. Ну, я был в шоке, не меньше. Юзаю снова этот спелл и побежали. Лол, это просто нереальное количество урона. Это просто капец. Вы просто это посмотрите. Это урон дичайший просто в одну цель. Лол, просто разносит. Просто разносит в соло цель этот баф. Просто разносит. Охренеть. Следующим классом выбран был АВ. Ну, я выбирал всех классов, как наиболее юзабельных, наиболее часто выбираемых на русских серваках. Скилл у АВ призывает Сумона. И вы сейчас все сами увидите. Сумон также дополнительно атакует вместе с вами ваших противников. Ничего себе, он отлетел. Он просто отлетел. Вы видели? На самом деле, эмоции от юза спеллов 3 проф изо всех классов, которых я успел попробовать, очень крутые. Они делают из дамагеров еще больших дамагеров, из суппортов еще больших суппортов, а из танков еще больших танков. Очень-очень крутые впечатления от увиденного у меня. Еще одним классом, который я решил попробовать на открытой осаде и попробовать спелл из 3 профы, это БД. У БДшки скилл дает невосприимчивость к контролю на определенный промежуток времени. Он также отображается в бафах. Очень крутой также спелл, когда вы его используете у вас в течение определенного количества времени, никто не может законтролить. А также усиляет вашего персонажа. Сейчас произойдет юз спелла, увидите, как он отображается, и ты бегаешь вместе с этой броней. Единственное неудобство то, что противники будут сразу понимать, что ты заюзал этот спелл, и тебя как бы не стоит бить в этот момент. Также я выбрал попробовать гнома. Посмотрим, что он сможет сделать. Было много казусов с этим гномом, когда я бегал за него. Во-первых, юз данного спелла, его с 3 профы, он повышает ему очень сильно защиту, увеличивает скорость атаки, атаку. Ну, в общем-то, дает баф. По факту, это селф баф на определенный период времени. Но, мало того, что он юзается сам по себе достаточно симпатично, но вы еще и становитесь золотым гномом. Сейчас вы увидите, что это означает. Вот, пожалуйста, я заюзал данный спелл, и гном стал реально золотого цвета. То есть, я такой анимации в этой игре еще не видел. Конечно, когда ты юзаешь спеллы, это не так сильно заметно, но при приближении, блин, это очень круто. Золотые гномы. Сейчас вы все увидите. Вот мы видим, что гном стоит золотого цвета. У него резко повышается хп, защитное и атакующие все возможности. Очень симпатично все это выглядит. И под конец видео вы увидите достаточно забавный баг, как у меня забагался чар на осаде. Но на блюстаксе можно этот баг словить, если играть на открытых осадах. Лол, что? Лол, что? Это танк, ребят, это танк. Прикольно забагался чар меню, потому что нельзя как бы открывать на открытой осаде, но данная программа блюстакс, она дает юзать инвентарь. Вчера также я еще словил баг на русских серваках. Заснял его. Мандрагора вместе со мной перелетела на открытую осаду. Видим, владелец мастер Чу написано. Ну, это просто лоло. Спасибо большое всем, кто смотрит видео. Ребят, я буду ходить почаще на открытые осады на корейских серваках, чтобы попробовать и посмотреть спеллы всех персонажей стрейти профи. Посмотреть, как они вообще выглядят, что они делают и так далее. Спасибо за просмотры. Ставим лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok